Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, зрители, слушатели канала Второй Рим, также Дикие Варвары, что участвуют в гладиаторских боях на потеху римлянам, которым нужны только хлеб и зрелище. Сегодня мы с Сергеем. Сергей, здравствуй. А вы, Кирилл, муритуритэ салютант. Поговорим о новом сериале, который вышел не так давно, называется он «Идущие на смерть» или как его локализовали наши переводчики, обреченные на славу, и попытаемся разобраться, что же там, собственно говоря, происходит. Итак, сериал этот имеет книжную основу, роман Дэниела Манникса, который так и называется «Идущие на смерть», и там сюжет повествует как о гонках колесниц, так и о сражениях гладиаторов. Ну и первый вопрос к тебе. А ты ее прочитал вообще, нет? Не, я не читал ее. То, что ты мне прислал, открыл, начал читать, что-то там вообще такое ощущение, что это такой, знаешь, публицистический очерк насчет развлечений в Риме. То есть это прям с натяжкой можно назвать романом в полном смысле слова. Что-то, ну, очень не похоже на то, что мы видим на экране. Ну, в аннотации это написано роман. Ну да, то есть там прямая речь есть, там есть цитаты, там как бы разговоры, все это есть, но в начало там просто описывается, как была устроена вот эта индустрия развлечений в Риме. Ну и в общем, сериал про гонки колесниц и про гладиаторские бои. Ну и что хочется мне лично отметить, ну, я думаю, это вообще для современности абсолютно обычное явление. Картинка в сериале хорошая, сняли качественно и, кроме того, постарались над декорациями Рима. Он, конечно, там по большей части графический, но то, что было построено, у меня в целом никакого отторжения не вызывало. Да, здорово. Ну, на самом деле, можно, конечно, всегда сказать, что это, знаешь, как в игре, ну, то есть есть же игры компьютерные, где пытаются сделать реконструкцию. Но, безусловно, да, видно, что это компьютерная графика, но, несмотря на это, ничего лучше, на мой взгляд, не рисовали. То есть лучшей картинки на римскую тематику еще, по-моему, не было. Воспроизведение, в чем не только ипподром, бог с ним, ипподром, колизей, все это известно, императорский дворец, просто обычное жилище, обычное помещение. То есть вот эти инсулы бесконечные, там, несколько этажей, где один этаж настраивается над другим из дерева, там, все неустойчивая конструкция, которая может загореться в любой момент, может обрушиться в любой момент. Ну, знаешь, строительство в Риме всегда было с нарушением технологии, ну, потому что нужно было как можно больше поднастроить, чтобы можно было больше сдать. И вот, при Нероне происходит великий пожар Рима, который и случился, в общем-то, по нарушению техники безопасности, как сходятся историки на этот счет, и город благополучно сгорел. И за 10 лет его прям хорошенько так восстановили. Ну да, кстати говоря, интересно, что после этого пожара Нерон-то построил свой золотой дом, дворец огромный, на месте будущего колизея. И в сериале об этом говорят, по-моему, Домициан, вот не помню, кому он говорит, может быть, там, каким-то сенатором или отцу. Да, отцу он говорит, Веспасиану, о том, что мы вот этот золотой, на месте золотого дворца, то есть на месте земли, которую Нерон похитил у народа, Рима, да, построил себе дом, мы строим амфитеатр для народа. И, собственно, Колизей, амфитеатр Флавиев, это вот он и есть. Ну, в общем, у нас есть несколько сюжетных линий, есть несколько главных героев и второстепенных персонажей. Ну, и на уровне принятия решений, да, на самом высшем уровне, высшей ступени римской власти, это, конечно же, императорская семья. Это отец Тит Флави Веспасиан Лектор, которого играет Энтони Хопкинс. Его сыновья, это Няшечка Тит Бородатый и Энцел Домициан. Ну, в общем-то, такие у них образы, и я так понимаю, что династия Флавиев старалась как раз-таки с горожанами и с патрициями одновременно заигрывать. Ну, тут не всё так просто. Надо учитывать саму природу династии Флавиев. В отличие от первой династии, предыдущей, ну, то есть первой императорской династии Юлии и Клавдии, они так или иначе возводили своё право на власть к Августу Октавиану. То есть Тиберий – это вот наследник Августа и его, как бы, усыновлённый им сын. И дальше всё на этом строилось. То есть родственники, родственники, родственники. И как бы это было некоторым основанием для того, что первая династия занимает трон. Причём никто из императоров не был прямым потомком предыдущего. То есть они все имели какую-то родственную связь, но это не были сыновья, которые наследовали отцам. Вот. И династия Флавиев в этом смысле сильно отличается, потому что, во-первых, они не из числа патрициев. Ещё дед Веспасиана был обычным легионером, вот прям из простых, который пошёл в армию, отслужил, заработал деньжат и начал эти деньги пускать в рост. То есть занимался микрокредитованием. На микрокредитах он неплохо приподнялся, надо сказать. И довольно скоро смог скопить состояние, достаточное для того, чтобы войти в число куриалов. То есть стать членом муниципального совета. Ну, в общем... После Нерона развернулась же гражданская война, и об этом говорится в заставке сериала. То, что власть, в общем-то, четыре императора оспаривали, победителем вышел Веспасиан. Ну и так как он не принадлежал к предыдущей династии, ему пришлось договариваться, по всей видимости, с сенаторами, чтобы как-то закрепить свою легитимность. То он не просто не принадлежал к предыдущей династии, я же говорю, он прям вообще из простонародья, из простолюдинов. Отец его, только отец смог разбогатеть настолько, что вошел, добился, преодолел имущественный ценз в 100 тысяч сестерцев, стал всадником. То есть они из всадников, это ниже любого сенатора. Сенаторы смотрят на них, поплевывая сверху. И вот Веспасиан рождается уже, ну как бы, будучи всадником. Ну это, ну так себе. Но самое интересное, что он начал свою карьеру военную, гражданскую, вел ее довольно неплохо, но не смог ничего заработать. После того, как он в очередной раз возглавлял одну из провинций, он вернулся в Рим, и у него оказалось, у него не оказалось денег. Представь, то есть в то время все воспринимали, что, ну вот, работа на должности губернатора провинции, это можно очень быстро разбогатеть. Путем коррупции и всего прочего. И вот, вопреки ожиданиям, Веспасиан возвращается в Рим без денег. И более того, он вынужден был заложить свое имение своему более успешному брату. И на вырученные деньги он начал небольшой бизнес по продаже мулов. То есть это прям падение в социальном смысле. Понимаешь? Только что он был губернатором, а теперь мулами торгует. Об этом, кстати, в сериале говорят. Ну, то есть Веспасиан, это прям прецедент в римской истории, чтобы человек из низов занял трон. Ну, в общем-то, да. Да, ну, конечно, он из всадников, но на самом деле это все так себе. То есть это вот во втором поколении они в люди выбились. Давай сейчас поговорим об их исполнении, об актерах, которые сыграли роли самого Веспасиана, Титы и Домициана. Вот что скажешь вообще об их образе? То есть Энтони Хопкинс, на мой взгляд, актер отличный. А так и как он вообще в свои 86 лет играет, ну, там, 70-летнего Веспасиана? И подходит ли он вообще образу реального императора? Молодится, да? Да, слушай, ну нет. То есть он старый маразматик. Реальный Веспасиан был в компании, почувствовал... Температура поднялась, почувствовал себя плохо. Отправился в родную для себя землю Сабинян. Он родился в городке Ариата, по-моему, это в Сабинской земле. Вот, отправился туда, где проводил обычно лето. И там болезнь усилилась, в том числе потому, что он часто купался в холодной воде. Был такой прикол. Вообще не только у него. Среди патрициев была такая фишечка. Ну, заниматься гимнастикой, в том числе купаться в холодной воде. То есть зимой и летом это вот такая практика, как бы закаляться. Вот. И после купания болезнь усилилась, температура поднялась. Но при этом он, в общем-то, не потерял чувство юмора. И вот эта вот фраза, когда он, помнишь, выходит и говорит... Перед смертью его поддерживают за руки, да? И он говорит, император должен умирать стоя. Такое, знаешь, полубредовое какое-то состояние. И завершает это все тем, что я становлюсь богом. То есть, ну, это выглядит, что дед гонится. Забыл выпить таблетки, и вот сейчас он помрет. Ну, на самом деле, как бы, это было произнесено совершенно по-другому. Первая фраза в других обстоятельствах. А вторая фраза, он просто почувствовал себя хуже, ну, не перед смертью, да? И, понимая, что, возможно, помрет, он угорел так. Говорит, ну, кажется, я становлюсь богом. Ну, то есть, после смерти императора побожествляли. Да, это свидетельствует о хорошем чувстве юмора и о том, что он был полностью в разуме. Причем он, лежа в постели, продолжал заниматься управлением государством. Он принимал посетителей, он с документами работал. Вот. И, соответственно, ну вот. Ну, в сериале роль Веспасиана как-то прям очень ограничена, потому что он фактически сам уже ничем не управляет. Ну, мы в паре сцен видим, как он какие-то документы читает, что-то пишет. Иногда что-то умное и не очень говорит своим сыновьям. Например, у него проскользил, там проскальзывает умная мысль о том, что никогда нельзя ругать подчиненных публично. Ну, это, в принципе, кстати, он говорит Титу на ипподроме, при том, что, ну, Тит-то уже в тот момент довольно взрослый, он участвовал в Иудейской войне и должен был такие вещи сам прекрасно знать. По сериалу, кстати, что Тит, что Домициан, ну, абсолютно не чувствуется, что это опытные люди, как будто это мальчики, которые все время росли в Риме, и вот папа умирает, и теперь им надо учиться управлять страной. Ну, странный ход все-таки. Либо говорит что-то там, что у Империи куча внешних врагов, причем называет, кстати, Гуннов. Интересно, это у него, видимо, уже на фоне становления богом развилось и божественное зрение, что он будущее стал... Предвидение, да? Да, предвидение всего. Это, кстати, не единственный анахронизм. В самом начале, буквально в начале первой серии, там, знаешь, одна из сюжетных линий – это три брата испанца, которые приехали продавать лошадей. И они говорят о своих лошадях, что это андалузские жеребцы из Андалузии. Вот я, кстати, думал, кто... Я вот думал, из какой еще из Андалузии? Из страны вандалов, что ли? Ну, другой-то Андалузии в Испании нет. При том, что «Аль-Андалуз» – это арабское название, то есть оно появилось в веке, в седьмом-восьмом где-то. Да. Очень интересный мир сериала, то есть у них, по всей видимости, ну, где-то на востоке гунны, а на западе у них вандалы. Ну, это западные варвары, которые вот так снимают сериалы, вот они иначе не могут, кроме как где-то совершить какие-то нелепящие ошибки. Причем самое интересное, что, знаешь, любой консультант по римской тематике, да, ну, вот любой преподаватель любого учебного заведения, ну, высшего, да, он сказал бы, что гунов там не может быть, никаких андалузских жеребцов там тоже не может быть в это время. Нафиг это было вставлено, это, конечно, непонятно. При том, кстати, про Испанию. Они же там говорят прямым текстом, что они родом из провинции Бетика. Почему нельзя было просто коней назвать конями из Бетики, то есть бетийские кони? Слушай, давай привезем их из Каппадокии, вот 100%. Каппадокийские лошади прекрасны, причем их там всегда разводили. Ну, то есть есть несколько территорий, где разводили замечательных лошадей. И, в общем-то, непринципиально откуда их привезут, да? Главное, что из-за моря, издалека, из далекой глухой провинции. То есть могли ввести историю, допустим, с греками, которые из Каппадокии везли коней. Давай, по-моему, в Фессалии лошадей разводили. Фессалийские вот лошади греческие. Да. Ну, они почему-то выбрали испанцев. Ну, впрочем, это отдельная сюжетная линия, которая в этом сезоне-то вся и заканчивается. Ее главные герои все свои цели выполняют, и если будет продолжение, то явно без них. Ну, так вот, вернемся к императорской семье. По поводу образа Тита. Ну, во-первых, он внешне, на мой взгляд, вообще не соответствует реальности. То есть внешне Тита, учитывая там монеты, скульптуры, он был гораздо толще. И толще, и без бороды. Да, тут мы видим, ну, такого няшечку Тита, который должен всем своим видом показать, что вот он хорошенький, что мы должны ему сопереживать, что вот он герой. И есть его брат Домициан. Вот, как я сказал вначале, это вот образ инцела такого. То есть максимально мерзкого персонажа. То есть мы должны сразу понять, что вот он плохой. И тут, честно, это, пожалуй, ну, самое удручающее, что лично для меня в сериале, то, что нам сразу пытаются намекать, что есть хорошие, есть плохие. Притом в кинематографе существует замечательный сериал «Игра престолов», где, по крайней мере, там первых сезонов 5 нам даже не пытались как-то намекать, на чью сторону вставать. Там просто главные герои совершали те или иные поступки, исходя из своего характера. И мы сами уже делали выбор, ну, что нам предпочтительнее. То есть нам не говорилось, что, допустим, Нед Старк хорош, или что Серсей Ланнистер плохая. Они просто все действовали, исходя из собственных интересов, возможностей и характеров. Тут же Домица, ну, всем видом показан, что он плохой. Там, когда вот этого африканца-то привозят гладиаторы, ну, что значит? Надо подойти там, унизить. Вот главное, чтобы это всё было выглядело максимально плохо, максимально гадко. И чтобы мы сопереживали вот главному герою африканцу и думали, когда же он наконец-то сможет замочить Домициана. Можно вспомнить более близкий тематический сериал «Рим». Там ты тоже не понимаешь, кому сочувствовать. Там, в общем-то, все достаточно замечательные. Ну да, там есть и Цезарь, и Помпей, Марк Антоний, да. Они все тоже действуют, исходя из своих интересов. Притом, кстати, вот, и просто сейчас вообще спасибо, что напомнил про сериал «Рим». Там есть Октавиан. Притом, Октавиан совершает в сериале абсолютно чудовищные поступки. Но его играет. Вполне себе симпатичный актёр. я его любил за этого, да? Он максимально харизматичен. И там тоже сериал не пытается подчеркнуть, что Октавиан плохой. Вот это, пожалуй, то, как надо было снять. Ты знаешь, в итоге получилось какая-то... Я поймал себя на мысли несколько раз, что это прям политическая агитка такая. То есть, вот есть все-таки сенаторы, да? И они... Ну, в чем они неправы или в чем они плохи? Ну вот смотри, маразматик Веспасиан, няшечка, как ты говоришь, Тит, который абсолютно никчемный человек. То есть, он время от времени ведет себя как, ну, знаешь, не очень умный. Так это типичный герой сейчас, нынешний, такого американского парня. Да и не в том, не американского. Вот такой мужчина западного мира, который всегда... Посмотри. Посмотри дальше. Следующий. Ну, Домициан там просто туши свет, там говорить не о чем. И вот все три человека, все три императора, они, ну, прям так себе. И вместо этого, посмотри на сенатора Марса, хотел сказать Маркса, и его жену. А ну, как голубочки, они, да, они там что-то плетут заговоры какие-то, да, там, там, спят в разных сочетаниях с кем попало, но они, как голубочки, воркуют вместе. Они на самом деле друг друга любят. Она в шоке, когда его казнили, когда... Ну, то есть, это хорошее... И он тоже трогательно ее уговаривает отречься от него, чтобы спасти сына. То есть, он ставит интересы семьи, там, ближе своих, выше своих. Заметь, мы сенаторами, они обсуждают ситуацию и говорят, ну вот, ну, как бы, да, ну, что нас ждет? Ну, так себе правители. А мы-то все-таки знать, мы, как говорит жена сенатора Марса, как его, консул Марс, он, похоже, бессрочный там консул какой-то. Но не суть. Мы, моя семья, поставляла Риму консула в 300 лет. Ну, то есть, такая патрицианская зная. Интересно, то есть, он Марс 300-й. Да, они вызывают порой больше уважения, чем вот императорская семья Флавиев. Ну, знаешь, что я тут думаю? Что авторы этого сериала, а именно сценарист Роберт Родот и режиссер Роланд Эмерих, кстати, режиссер-то неплохой, очень много кассово-успешных фильмов снял в своё время. В основном по катастрофам, но тут решил заняться Древним Римом. Ну, я думаю, что они посмотрели успешное кино. Ну, и в принципе, не самое уж и плохое. Ридли Скотта называется Гладиатор. И вторая часть, кстати, которая тоже в этом году должна выйти. И там конструкция точно такая же. Есть, ну, вроде как нормальный, да, но тоже старенький, уже Марк Аврелий. есть добрые, приличные сенаторы. Есть император Комат, который ещё хуже Домициана. Конструкция точно такая же. Притом, Комат что делает? Устраивает игры, в которых просто максимально извращённые какие-то бои придумывает. Домициан делает здесь абсолютно то же самое. При этом страдают крутые и очень честные, очень приличные сенаторы. Ну, вот как этот консул Марс. Ну, похоже, да, что-то такое пытались воспроизвести. По сути, мы смотрим расширенную версию Гладиатора, только без Рассола Кроу, только с Рамси Болтоном. Мне что понравилось, ну, в принципе, я изначально подходил к этому сериалу с пониманием того, кто его снимает. То есть, что ничего хорошего там не будет. Что это варварский продукт. Однозначно в точку зрения сюжета, но картинка потрясающе красивая. Это раз. Надо отдать должное. Западные варвары умеют рисовать картинку просто несравненно. С другой стороны, изначально понимая, что там будет, будут анахронизмы, будут исторические неточности, будут вот все элементы повесточки, они будут, конечно же, может какая-то политическая идеология будет такая, ну, в общем, олигархия против императорской власти в условиях текущего политического конфликта в Сныштаде. в общем-то, актуально. Там есть претендент на роль такого полуимператора, есть нормальные олигархические кланы. Вот. Но, понимая все это, в общем-то, я смотрел фильм как повод поговорить вот об этом периоде. То есть, о периоде династии Флавиев. А она же не самая популярная. Ну, ты заметь, много ли книг, сериалов выходит, передач выходит на тему Флавиев? Да практически никакой. Да, то есть, это довольно малоизвестная эпоха. Не, книга есть, написал ее Иосиф Флавиев, Иудейская война начинает, называется. Да, да, да. Ну, книга, как бы, кто ее читает в наше время? Хотя, династия интересная, но она тоже, она немножечко так угашена. То есть, с одной стороны, Юлия и Клавдии блестящие, там вот Август Октавиан несравненный абсолютно, потом череда безумцев, типа Каллигулы и Нерона, и все это заканчивается полным провалом и гражданской войной. Да, потом вот эти невнятные Флавии, а затем пять хороших императоров. Династия Антонинов же, да, она называет. И, соответственно, между династией, между яркой династией Юлия и Клавдии, Клавдиев и яркой династией Антонинов, то это непонятная династия Флавиев, где Веспасиан, погонщик мулов, странный Этит, который правит там два года, и, ну, отмороженный Домициан. Кстати говоря, Домициан, это очень спорная фигура, потому что у нас есть упоминания, это все, которые об императорах составлены, их писали представители как раз-таки сенатского сословия. И потому любой правитель, который будет как-то их притеснять, сразу же становится там каким-то извращенцем, безумцем, подлым гадом и прочее, прочее. такая судьба примерно постигла же Нерона, ведь после его смерти появилось несколько псевдонеронов, и плохого императора, которого в народе не любили, вряд ли пытались бы как-то пародировать. К примеру, вспомним абсолютно ненавидимого всеми императора Валента, когда он при Адрианополе погиб, никто почему-то не стал говорить, что он спасшийся Валент. А у Нерона были самозванцы? Да, возможно, не было. Ну, смотри, с другой стороны, да. Домициан, возможно, был не таким уж и отмороженным в действительности, но у него мог быть конфликт с сенаторами. И все упоминания, которые у нас остались, при том, кстати, не только Домициан же страдает, страдает вообще вся династия северов, страдают вообще все императоры кризиса третьего века солдатские. То есть, мы же привыкли думать, что это, ну, такая быдло солдатня. А императоры-то не все были такими, Галиен был очень эффективный и прочее, и прочее. Вот. Но, так или иначе, есть историографический факт, что, ну, такой отморозок Домициан, и по нему очень легко снять вот такой вот фильм, да, наподобие Гладиатора. А давай посмотрим на это с другой стороны. То есть, с одной стороны, там, безусловно, у императоров есть конфликты с сенаторами. Ну, слушай, про Тиберия они писали, что он там детей ест на завтрак. Хотя он тоже перебирал сенаторов неплохо. То есть, если мы исходим из того, где сенаторы страдали, и вот они про того написали плохо, значит, они про всех должны были писать плохо. Ну, там, за исключением, возможно, Веспасиана. Но, такого же нет. Теперь другой момент. А что мешает Нерону быть безумцем и при этом совершать, ну, какие-то хорошие популистские жесты в отношении населения, заниматься, регулировать, подобрать хороших администраторов, которые будут в непосредственном режиме заниматься управлением. В смысле, как это, в постоянном режиме заниматься управлением. Теперь, что касается Домициана, ну, вот опять-таки, если мы посмотрим на Нерона, чем заканчивается его правление? То есть, этот человек оказался брошен всеми. Он вынужден был зарезаться, потому что, ну, все, в общем-то, на столицу ведут войска восставшие и его убьют, и никто не вступился за него. Это что, хороший император, за которого никто не вступается, который вынужден покончить с собой. То есть, судя по всему, он был как раз, ну, таким, как они вам писали. Дальше, Нерон убил свою мать, это никто не отрицает. Это что, нормальный человек, что ли? То есть, безумство Нерона, они же никуда, нигде не исчезают от того, что мы предположим, что это сенатор, его пытались очернить в своих сочинениях. Возможно, у него были удачные шаги, удачные решения, политические решения, о которых не записали, ну, то есть, как бы, только черной краской нарисовали его картину, а вот светлые стороны не обрисовали. Но от того же его недостатки никуда и не исчезают. Его правление закончилось гражданской войной. Это говорит о том, что он правил неэффективно. Ну, вот сто процентов так. В отличие от Домица, она заметь, его правление заканчивается чем? Приходом к власти хороших императоров и максимальным процветанием Римской империи. Могли безумец, да, заложить основания для процветания Римской империи. Ну, навряд ли. Навряд ли. То есть, образ Домица как раз сложнее, чем образ Нерона. Нерон-то, в общем-то, безумием своим, ну, вполне, вполне отличался, и это было очень заметно. Ну, а то, что доброго о нем не написали, ну, так бывает. Ну, кстати, что касается Домица, интересно вот что. Он же, как ты говоришь, инцел, да, с точки зрения неизвестного. Не, я сказал, что он выглядит так. Ну, да. Если сравнивать их с братом в фильме, то получается, что он меньше ростом, слабенький, неуравновешенный, и все такое. такое. Но инцел одним словом, да? В реальности, в реальности он был выше Домицаану. Домицаан был поменьше, и толстенький, Тит был поменьше ростом, и толстенький, а Домицаан высокий, и стройный. То есть Тит, это скуф такой. Да, и без бороды, скуф без бороды. Вот. Домицаан был высокий, но вот те упоминания, которые есть о нем у римских историков, показывают, что харизмы брата и отца у него точно не было. Мне не понравилась еще вот эта одномерность Тита. То есть он просто как бы хороший мальчик такой. Хороший мальчик, папу слушает, любит папу. Вот. А Домицаан подлый, понимаешь, подлый. Он папу не слушает, он брата не любит, никого не любит. Вот, кстати говоря, вот эта странная была история про должность Эдила. То есть Домицаан, Эдил. Эдил – это человек, который отвечает за город, в том числе за снабжение города зерном. То есть то, что в Рим не приехало зерно, это вина Эдила. То есть Домицаана. Он за это ответствует. Там в конце же Тита узнает, что это Домицаан задерживал поставки зерна. Кстати, вот эта история, она же с первую по последнюю серию проходит сквозной линией, в общем-то, что и определяет начало хлебного бунта в первой серии и вот эту всю политику массовых мероприятий и частых игр, которые там Домицаан проводит. Насколько я понял, исходя из сериала, Домицаан это все устроил, чтобы его назначили императором. То есть как-то поднять бунт, с помощью игр его уладить, и тем самым у отца Веспасяна-Лектора как-то поднять свои политические очки. Сложно это рассудить. Я понял это так, что он устроил все вот это, чтобы бросить тень сомнения на брата. То есть он устроил, не допустил появления зерна по той причине, что хотел, чтобы отец передал власть ему, сделал его наследником. Ну, соответственно, по мысли создателей сериала поставка зерна не относится к компетенции Эдила. Что странно. То есть как раз Эдил и должен этим заниматься. Если он сам блокирует поставки зерна, значит, это должно привести к тому, что его вызывает отец и говорит сына, где зерно? Домицаан! Да, то есть, после этого никакого назначения наследником не будет абсолютно точно. Это странно. Уже не император никогда в жизни там понижение пожизненное получилось. Ну, то есть такую тонкость они, видимо, не понимали. Хотя там тоже есть определенный момент, что они-то с самого конца не могли узнать, почему произошла задержка и там в конце уже, когда начальник претерианской гвардии приходит и говорит, что это была, в общем-то, намеренная задержка судов по приказу Домицаана. То есть, по всей видимости, по всей видимости, он где-то в фоне мог отчитываться по зерну и какие-то другие причины называл, но нам это не уточняется. Показалось, что вот эта тема с зерном вообще не до конца была раскрыта, ибо очень много всего непонятного. Ни одна тема не до конца раскрыта, но в любом случае сам конфликт он довольно интересный. То есть, вот кому же передать власть? Ну, хотя в реальности такого выбора не стояло, Веспасиан собирался передавать власть, конечно же, Титу, и, ну, соответственно, вся конструкция с индустрией игр и развлечений, связанных с этим деньгами, которые поспособствуют победе Домициана, да, все это, конечно же, выдумка, но с другой стороны красиво же получилось. Вот теперь давай про то, что считаю неплохим в сериале. Это линия, в которой главную роль играет Рамси Болтон. Вот все мы любим Игру Престолов, да? Давай представим ситуацию, что вместо того, чтобы быть съеденным там псами, Рамси Болтон переместился в Древний Рим и занимается тем же, чем всегда и занимался, то есть ходит и режет людей. И вот это просто самая первая сцена. Я когда сериал открыл, начал смотреть, вижу там какого-то римляна, римлянину ему там нож в горло приставляют, выходит Рамси Болтон со своей просто уже культовой улыбкой и приказывает его убить. Это просто замечательно. Так вот, кем тут вообще является Рамси? он тут занимается ставочками как раз-таки на ипподроме. Киноспорт! Большие выигрыши! Высокие коэффициенты! Слушай, я когда понял, о чем будет идти речь, мне в один момент подумалось, что это вот лордфильм проплатил создание этого сериала. Понимаешь? то есть, реально, вот, ставки на спор, пожалуйста. Ну и вот, мне было интересно наблюдать, по крайней мере, за развитием их истории, потому что там появляются Клесничьи, это вот, ну, по лору сериала это Скорб, который одерживал там чуть ли не постоянно победы. По всей видимости, кстати, он тоже откуда-то прибыл не из Рима. В одну из сцен он, когда приходит к своему товарищу, который погиб и говорит, чтобы пусть его хранит Элла Габау, то есть, по всей видимости, Скорб из Сирии. То есть, вообще, тоже провинциальный парень, который достиг успеха в Риме. И сам Рамси Болтон, он тоже говорит, что из низов, хотя там тоже какая-то странная история, которая в сериале то всплывает, то пропадает. Вроде бы, он сын Патриция, и это задел на продолжение. В конце он говорит, что отправится на Сицилию, дабы выяснить тайну своего происхождения. Но так или иначе, и в какой-то момент Скорб и Рамси объединяются, чтобы создать свою команду. Вот, и у Рамси, как я понял, из сериала есть даже амбиции политические. Он на это несколько раз намекает, говоря о том, что раз торговцы мулами смогли стать императорами, то почему бы и букмекерам тоже не попробовать. И начать он планирует с того, чтобы стать одним из владельцев команд. При том, что, как впоследствии окажется, он же не просто какой-то бродяга римский, он сын Патриция. Он сын Патриции, и в самом конце он планирует отправиться на Сицилию, откуда он, в общем-то, родом, где он родился, и разыскать там свои корни, и, соответственно, это задел на будущее. Ну, в общем, это одна из двух сквозных линий сюжета, которые, возможно, станут основой для второго сезона. У нас, вроде как, есть главный герой, которому мы тоже должны сопереживать, но при этом мы видим, что это такой конкретный отморозок, фактически антигерой. Он там кого-то режет, выбивает долги, и более того, ради своих целей он идет на соглашение с Домицианом. То бишь, сценарист, когда он хочет написать хороший сценарий, он это делает. И здесь получилась неплохая такая комбинация, за которой было интересно наблюдать, вот чего стоят эти диалоги между Рамси и Домицианом, когда они что-то обсуждают, и тут Домициан начинает в своей манере говорить, ну, ты мне не партнер, ты всего лишь мой клиент, ты защищаешь мои интересы, а я, может быть, подумаю о твоих. Прямо со зрелищами в сериале проблем нет, потому что гонок много, они там чуть ли не в каждой серии происходят, и там есть на что посмотреть. причем, обрати внимание, гонки это вещь более популярная, чем гладиаторские бои, что в общем-то именно так и было, как минимум по той причине, что они дешевле, да, лошади не каждый раз умирают, то есть все проигравшие лошади не умирают с воздицами каждый раз после заезда, в отличие от гладиаторских боев, там риск гораздо больше, хотя тоже гладиаторы не всегда погибали, но тем не менее. Вот, ну, с гладиаторскими боями там тоже, конечно, их показали в сериале достаточно часто, но вот это не как в фильме Ридли Скотта, где в целом только гладиаторские бои и были, про гонки колесниц вообще ничего не было сказано. Здесь, считаю, очень хорошее решение было именно показать историю с гонками, потому что это, ну, на мой взгляд, гораздо даже интереснее. во всяком случае, более зрелищно, что мы не видели, как людей убивают, что ли? А тут кони, колесницы, качка, песок, вот это все, скорость, интересно же, замечательно. Ну, что ж, давай к вердикту общему переходить. Что ты все-таки скажешь, что в целом по сериалу и стоит ли ждать вообще второй сезон? Я не знаю. Посмотрев на него, я, ну, все-таки это не сериал Рим, поэтому я сомневаюсь, что второй сезон будет. Но задел, конечно, есть, он четко прослеживается. В целом, сериал интересен именно как почва для погружения в эпоху Флавиев и для изучения этой эпохи. Это прям хорошее такое подспорье для того, чтобы погрузиться и посмотреть, что же там было более глубоко. Я это так использовал. И в этом смысле сериал мне очень понравился. Опять-таки, там достаточно много исторических фактов. Тот же самый Скорб, это абсолютно историческая личность. Известный гвозница, который провел больше двух тысяч скачек и больше двух тысяч раз одержал победы. Он погиб, как неизвестно, ну, скорее всего, во время скачки погиб. Но погиб он сильно позже, то есть где-то между девяносто пятым и девяносто восьмым годами. Вот. Фракция Золотая, это тоже исторический факт. Она, правда, видена Домицианом вместе с Пурпурной фракцией, но, в общем-то, это было. Женщины-гладиаторы на арене. Домициан это устраивал, Светоний пишет об этом. Морские бои в Колизее, которые наполнялся водой, корабли. Ну, вот. В сериале, конечно, не было морского боя. На корабль загнали крокодильчиков, скормили крокодилом, да. Но, тем не менее, сама идея выгнать корабль на арену Колизея, это же интересно. Это тоже историческое достаточное явление. Ну, и вот много-много всего, что мы видим в сериале, очень хорошо иллюстрирует реальную историю, поэтому может быть использовано как хороший способ более глубокого изучения. Поэтому я, в общем-то, доволен сериалом. И, если бы у меня кто-то спросил, я бы скорее порекомендовал его смотреть, нежели отговаривал бы. Но я тут с тобой более чем соглашусь. Единственное, кстати, вот еще какой момент. Видно, что авторы пытались очень сильно подражать сериалу Рим, потому что там есть и какие-то попытки диалогов. Там есть прям крутые и смешные диалоги, например, между Рамси с Корпом. Есть диалоги между персонажами самые разные. Вот, какие-то удачные, какие-то нет. Потом пытались как-то в атмосферу города Рима прийти, чего стоит только сцена, когда Рамси Болтон приходит в бордель и там звоночек или вот эта дверь в форме такого фала со скрылышками. Это исторический атрибут такой. И пытались создать ту же атмосферу, как-то напомнить то ли старому зрителю, то ли придать больше атмосферы для молодых людей, которые будут это смотреть. Но ближе к концу сериала стало этих деталей меньше, все-таки они ушли больше в повествование. Ну и в целом, да, я тоже больше, наверное, сериал порекомендую. сериал конечно все эти штампы, которые присутствуют, ну, сейчас не найдешь никакой из вообще кинопродуктов, где бы этого не было. Но в сериале есть порой очень удачные решения, и из-за этого я смотреть рекомендую. Если вы еще интересуетесь историей, то чтобы как-то заинтересоваться династией Флавиев, и чтобы после этого что-либо почитать, то да, это скорее явление полезное, нежели вредное. Так что сериал смотрите. Ну а мы заканчиваем. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, становитесь спонсорами на Бусте, ставьте лайки, ждите следующих выпусков. Всем пока. Рома Инвикто! Рома Инвикто!